всем привет сегодня мы с вами приготовим пирог нереально вкусный потрясающий известный под названием киш лорен или лорентийский пирог но мы внесем некоторые изменения например в идеальном оригинальном рецепте нужна сметана мы же с вами возьмем сливки в оригинальном рецепте лук далеко не всегда добавляется а мы все-таки добавим ну а теперь попрошу вас подписочку проверить не скупиться на лайки и погнали и нам понадобится для песочного не сладкого теста мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта просеянная 230 грамм масло сливочное холодненькая 120 грамм 4 грамма соли и 10 грамм сахара а еще 60 грамм ледяной воды для начинки берем грудинку 350 грамм можете заменить на бекон и лук-порей 100 грамм можете взять обычный для сливочной заливки берем сливки 300 грамм и яйца 5 небольших также в заливку отправим специи перед черный молотый 12 грамма мускатный орех 1 2 грамма и соль но здесь ориентируйтесь на соленость грудинки если она у вас такая солененькая то соль добавлять не нужно если вы берете бекон то возьмите соли побольше для начала приготовим тесто для этого в муку добавляем соль и сахар а затем охлажденное холодненькое сливочное масло и тщательно руками перетираем все это в крошку но старайтесь это делать побыстрее чтобы тепло рук не растопило сливочное масло и когда крошка будет такая однородная не будет попадаться крупных кусочков сливочного масла вливаем ледяную воду и домешиваем тесто до однородности масло лучше сразу же меленько нарезать или натереть на терке не нужно тесто вот так сжимать его нужно именно вот так потихонечку растирать пальцами если вы будете вот так вот его хорошо сжимать тщательно то структура теста у вас получится не такая как нам нужно вот такой комочек довольно упругого но очень приятного песочного теста у нас получился отправляем его в пленку или в пакет и в холодильник охлаждаться минимум на полчаса вообще это тесто спокойно хранится в холодильнике до трех дней а в морозилке вы можете держать хранить запасы около трех месяцев и пока тесто охлаждается займемся приготовлением начинки грудинку или бекон нарезаем либо соломкой либо кубиком выбирайте сами и лук также нарезаем помельче но затем сначала обжарим грудинку чтобы вытопить весь лишний жир отправим ее на бумажное полотенце чтобы он спит а чтобы полотенце впитала остатки жира и на том же самом масле обжарим лучок он Через полчаса припыляем стол мукой, вынимаем тесто из холодильника и раскатываем. У меня форма прямоугольная, поэтому тесто стараюсь раскатать квадратной, прямоугольной формы. Затем, если у вас круглая, соответственно, вы раскатываете круг. Толщина раскатки 3-4, максимум 5 мм. И не обязательно использовать форму для выпечки. Можете использовать керамическую посуду, есть специальные для выпекания. Можете использовать даже сковородку, у которой отсутствуют пластиковые элементы. Субтитры создавал DimaTorzok Края теста можете либо срезать при помощи ножа, либо при помощи рук. Мне, например, больше нравится второй вариант. Так получается быстрее и форма ножом не царапается. Теперь ставим в духовку разогреваться до 200 градусов. Нам нужно саму форму с тестом поставить в духовку и подпечь ее. Перед этим нужно наполнить ее грузом. Берем небольшой кусочек пергамента, сжимаем его и распределяем по дну формы. И туда отправляем фасоль, рис, горох или соль. Что у вас есть для того, чтобы тесто при выпечке не поднималось. Добавляем фасоль, рис, горох или соль. На 200 градусов духовку примерно на 15-20 минут. Смотрите внимательнее, поглядывайте. Тесто должно едва-едва начать румяниться. Не передержите. Форма подготовлена. Засыпаем туда бекончик. Затем посыпаем обжаренным лучком. Готовим заливку и заливаем. Готовится заливка. Очень просто. Разбиваем яйца, пробиваем их венчиком. Затем отправляем туда соль и специи, сливки. И еще раз перемешиваем. И заливаем начинку. Субтитры создавал DimaTorzok Отправляем пирог выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку. И сразу же снижаем температуру до 180. Выпекать будем примерно 25-30 минут. Время выпечки зависит, во-первых, от размера формы, во-вторых, от высоты, в-третьих, от особенностей вашей духовки. Уровень заливки должен быть ниже краев теста примерно на сантиметр. Так как при выпечке начинка поднимется и будет такой пышной. У меня ингредиенты рассчитаны на форму 20 на 30, высота 4 сантиметра. И это же количество ингредиентов подходит на круглую форму диаметром 22-24 сантиметра. КОНЕЦ Пирог готов! Пробуем! Ох, это божественный аромат! Беспроигрышный вариант. Лучок, бекон и яйца. Ммм! А сливки придали нашему пирогу еще и сливочность. Краешки хрустящие. И очень вкусные. А когда он постоит до завтра, он будет еще вкуснее. Вот такой прекрасный киш мы с вами сегодня приготовили. Экспериментируйте с начинками. Можете добавить курочку и грибы. Можете добавить лососи, брокколи или шпинат. Можете взять просто овощи на свой вкус. Или... Вариантов масса на самом деле. Но киш лорен делается только с грудинкой. Все другие вариации это просто киш. Не допускайте эту ошибку. Не бывает киш лорен с лососем и брокколи. Не бывает киш лорен с курицей и грибами. Это просто киш. Лорентийский пирог только с грудинкой. Не путайте. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Радуйте себя. Своих любимых гостей, близких. Фото, отзывы не забывайте присылать мне ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok